Литейный цех, где завершается отливка бронзовой фигуры солдата, для Ржевского мемориала посетили ветераны войны вооруженных сил и труда. Они прибыли из Тверской области, чтобы лично увидеть процесс создания скульптуры в подмосковном Солнечногорске. Визит освещали представители многих федеральных СМИ и региональных, среди которых была и наша съемочная группа. Памятник советскому солдату под Ржевом будет одним из самых масштабных мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. Его доминантой станет фигура красноармейца, размеры которой впечатляют, даже если увидеть пока только первые фрагменты будущей скульптуры. О том, что будущий памятник будет в чем-то сопоставим со знаменитой скульптурой «Родина-мать», было известно давно. Да, это будет большой монумент, но по-настоящему его масштабу осознаешь, когда оказываешься рядом, например, с головой, а на высотой почти в два моих роста. И только после этого понимаешь, что такое памятник высотой в 25 метров. Статую сначала вылепили из глины. Отформовали, после чего разделили на 600 частей. Причем некоторые фрагменты доводят до ума прямо на месте в Солнечногорской мастерской. Например, Ксения Романова с коллегами-скульпторами занимается восковкой. Вручную лепят перья тех самых журавлей, которые станут одной из примет будущего мемориала. Это финальная стадия перед литьем в бронзу. То есть на данном этапе можно доделать какие-то, начнуть форму, сделать более аккуратным, сделать фактуру нужную. И после этого уже ничего менять нельзя будет. Он вытапливается из формы, и на его место заливается бронза. И вот примерно так оно и будет выглядеть только в бронзе. Учитывая масштабы, даже журавлей собирать будут по частям. Не говоря уже про саму 25-метровую статую советского солдата. Как происходит процесс создания таких гигантских скульптур, нам рассказала Людмила Водолагина. Здесь по ярусам, например, собирается. Каждый кусок отмечен, какой ярус и какой кусок по счету. И вот так вот собираются, провариваются швы. Я вижу, изнутри все-таки тоже как-то фиксируются. Да, конечно, если очень большие, то стягивают между собой. То есть, ну, как бы дополнительная фиксация. Свидетелями всех этих процессов, начиная с плавки бронзы и заканчивая извлечением получившихся деталей, и стали тверские ветераны, а также многочисленная пресса. Представители старшего поколения, а особенно непосредственные участники Великой Отечественной, остались очень довольны. Среди них и Спартак Сычев. Он лично сражался под Ржевом, за что был награжден медалью за боевые заслуги. Это медаль самая дорогая, хотя после этого у меня и были ордена, орден Красной Звезды Отечественной, первой и второй степени. А эта медаль, она листворяет именно те страшные, ужасные бои. Спартака Сычева, как и других ветеранов, конечно же, очень интересовали сроки. Работа масштабная, а до мая 2020 года, когда и должен быть полностью готов мемориал, осталось не так много времени. На данный момент отлита приблизительно половина памятника, уже идет сборка. Постепенно наращиваем скорость, поэтому до конца года все должно быть отлито. Мы пока даже с небольшим опережением графика идем. Хороший уровень организации работ на мемориале, высокое доверие, оказанное Верхней Волжью, неоднократно подчеркивал и губернатор Игорь Руденя, который лично курирует строительство, в том числе и постоянно выезжая на объект. Работа организована на высоком уровне, и область всячески оказывает содействие, согласно нашему совместному плану мероприятий, которое мы реализуем вместе с Министерством культуры Российской Федерации. Я знаю, что лично министр контролирует ход стройки, и поэтому пользуюсь случаем, выражая благодарность Министерству культуры за размещение такого проекта, за его реализацию. Особо стоит отметить, что наряду с финансированием из бюджета союзного государства значительная часть средств – это пожертвования. Их пришло уже 270 миллионов рублей. Например, Московская академическая филармония перечислила пять, а Большой театр – свыше 12 миллионов. Но очень много приходит и от частных лиц. Есть пожертвования, когда люди пишут не свое имя, не просто слово «жертватель». Когда они говорят «в память о деде», «в память о бойцах стрелковой дивизии такой-то, которая воевала и погибла». Перечисляют конкретные фамилии, года рождения, либо года гибели. Это такая тоже своеобразная летопись. Что касается работ непосредственно под Оржевом, то, по словам Надежды Усмановой, там уже насыпан курган, на котором и смонтируют всю эту грандиозную скульптуру. Она вознесется на высоту в десятки метров над полями, на которых 77 лет назад долгие месяцы сражались за Оржев сотни и сотни тысяч тех самых советских солдат. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok